Добрый день, хочу рассказать, как я подавал документы на заграничный паспорт нового образца. Раньше у меня был такой паспорт, но по-моему, я не брал никогда отпечатки пальцев. Но тут-то решил, когда прошло 10 лет, оформить новый. Вспомнил, что мы в июне собираемся в отпуск. И с учетом того, что уже нужно заранее, подешевле, желательно покупать билеты в отпуск, путевки, то решили уже сейчас подать документы. И у меня есть запись на портале госуслуг. Соответственно, я без проблем там зашел, выбрал эту услугу, оформление загранпаспорта нового образца, и внес все данные. Ну, самое длительное – это внесение данных о трудовом стаже. Хорошо, что у меня на руках была информация о всех моих перемещениях, старая копия трудовой, или где-то я недавно трудоустраивался, заполнял информацию тоже о своих местах работы, поэтому это я заполнил. На всякий случай взял справку в отделе кадров, точнее, копию страниц, копию трудовой книжки, но она не потребовалась. И внес все эти данные. В том числе, там, данные о... Там поставил везде нет ответа на все эти вопросы, о том, что он привлекался, не привлекался, и так далее. В принципе, это не так долго время занимает. И отправил... Сфотографировала меня жена, загрузил туда фотку, и отправил это заявление. И, что самое интересное, по новому регламенту, срок 30 дней, в течение которого вам должны оформить загранпаспорт по месту жительства, начинает тикать с момента подачи заявления на портале. Вот. Точнее, его регистрация. Но регистрация я отправил в воскресенье, регистрация мне пришла где-то в 16 часов понедельника, и тут же пришла информация о том, что можно оплатить. Соответственно, я оплатил со скидкой 30%. И дальше мне тут же пришло, значит, соответственно, приглашение, что я могу прийти в ОВД по месту моего жительства, оно недалеко находится. Вот. Но я немножко этот момент пропустил, и поэтому не сразу туда пошел, а только через неделю, вот буквально сегодня пошел. Хотя я подавал заявление неделю назад. Вот. И здесь очередь была передо мной 10 человек, примерно 5 подавать, 5 получать загранпаспорт. Но основная проблема случилась, ну, когда через минут 40 подошла моя очередь, оказалось, что моя анкета, она была распечатана такой белой полосой из-за того, что в принтере закончился тонер. И пришлось паспортистке заново вносить половину моих данных в моей трудовой деятельности. Вот. Естественно, я тоже это не хотела сделать, но маразм состоит в том, что они распечатывают анкету с интернета, которую я отправляю через портал Госуслуг, а потом ее сканируют для того, чтобы эти данные передать в другую информационную систему. То есть процесс передачи данных из одной информационной системы в другую построен через сканирование. Вот. Вот такой вот маразм в современном 2020 году. Вот. Дальше сняли отпечатки пальцев указательного правого левого, сфотографировали. На английский язык фамилии, имя, отчества переводятся в них автоматически. Это нельзя никак как редактировать. Вот. Но надеюсь, что вот в процессе этого сканирования там ничего они не потеряли. Никакой информации. И то, что я неделю им как бы позже, после подачи заявления пришел, хотя там даются 15 дней на это, но рекомендуется вам подавать, ну, идти сразу туда. В чем проблема еще? Можно ли подать в МФЦ? Да, можно. Но там, если по записи это дело, то записи я вот специально проверял. Сегодня 10-е, там или 9-е, на 25-е ближайшее. Вот. А если на субботу, то это вообще будет там 29-е. То есть 2-3 недели в МФЦ. Вот. Поэтому, если вы спешите, то лучше посидите. То есть в моем УВД прием до 8 вечера по вторникам и четвергам есть еще 2 субботы рабочих. При этом сотрудник предварительно выходит и говорит, за кем не занимать очередь. Так что если вы как бы пришли в 7, то в принципе до 8, как правило, вы успеете. Вот. Поэтому, то есть не будет такой ситуации, ну, по крайней мере, в УВД или в Обережного района, что вы пришли, посидели там часовой дорогой и вас в результате не приняли. Вот. То есть я уходил реально уже за 5 минут 9-го и за мной еще там 1-2 человека сидели, но их обслужат. Несмотря на то, что вот случилась такая накладка с моей анкетой, распечатанной на принтере. Вот, надеюсь, получу вовремя загранпаспорт вот, и буду еще 10 лет спокойно ездить. Вот. Спасибо. Если у вас есть вопросы, то пишите их в комментариях к этому видео. Обращаю внимание, что выписка из трудовой, то бишь копия трудовой, и даже военный билет не потребовались. Вот. Достаточно было распечатанной анкет... квитанция в оплате со скидкой 30% и ксерокопии паспорта. Ну, естественно, предъявил свой паспорт, предъявил текущий свой заграничный паспорт, но мне его тут же отдали, сказали, что его нужно вернуть, когда я буду получать новый загранпаспорт. И, кстати, есть сервис в интернете по проверке статуса оформления на сайте МВД. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Спасибо.